Приветик, в общем данный видос будет очень особенный, причем сделан быстрее и быстрее, чтобы заставить ваши деньги. В Warface добавили новую штурмовую винтовку. Я не знаю почему некоторые ютуберы отзывались о ней очень-очень хорошо, но я вам скажу, что это не так. По крайней мере по моим личным ощущениям. Вчера, значит я выбил эту штурмовую винтовку примерно с 7 тысяч кредитов. Во-первых, моделька у этой штурмовой винтовки ну крайне ужасная. На ПТСе я ее не тестировал, потому что на ПТСе играет 5,5 человек, и там объективного теста просто не может быть. По модулям тут особо ничего нет. Ну прям, ну сам видите. Поехали, по отдаче. Отдача казалось бы легкая, да? Но когда ты начинаешь спрейить с нее, она становится, ну конечно вообще неприятной. То есть ты можешь контролировать ее и так далее, но когда ты начинаешь ходить в разные стороны, у тебя становится нереальная тряска. И аимить из-за этого становится крайне неприятно. Если мы ставим глушитель, то отдача становится еще неприятнее. Это по статичным целям. По звуку. По звуку. Звук меня, конечно, в этой пушке вообще удивил. Слушайте. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Эту пушку выбил еще так же мой соклан, Тейфол, его ник. Он потратил на нее тоже примерно 7000 кредитов, своих 3500 рублей, это дохрена. И он тоже крайне ей недоволен. К ней либо нужно очень долго привыкать, либо не привыкать и забить хрен и не тратить на нее деньги. Запомните, играть можно хорошо с любыми пушками, но выбирать пушку именно для того, чтобы тащить, нужно с умом. Я не знаю, кто там и как они умудрились увидеть в ней лазер. Может быть, на ПТСе играют ребята не трайхардеры. И, кстати, да. На ПТСе, когда я играю в мясорубке, я там чаще всего занимаю первое, второе, третье место. Здесь же, на потных всяких РМках и мясорубках, хрен получится забрать с этой пушкой, мне кажется, первое или второе, или третье место. Но я постараюсь. Я сейчас сниму что-то в голову. Вдаль попасть с нее, ну, типа, вообще прям, ну, что-то за грани возможного. То есть, это не штурмовая винтовка вообще ни разу. Шара. У нее, кстати, еще суперконченная перезарядка. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Анимация. Анимация уже кончилась, и патроны только доезжают еще через секунду. Но это же не нормально. Это же не нормально. Как они делают? Что за качество пушек пошло в пошлине? Во-во-во-во. Идеальный пример. Чем мне в голову зарандомил просто, поэтому повезло. А так, если бы там был какой-нибудь другой чувак с какой-нибудь М-кой или какой-нибудь другой штурмовой винтовкой, он бы мне соимился. А если бы я соимился, у меня бы не залетела пуля просто-напросто. Ну что-то вот, ну это... А еще ее им панчат очень сильно, когда в тебя попадают. Типа да, за счет темпа она на своих дистанциях, ну на средних там, на ближних, она нормально наяривает. Но за счет того, что у нее такая тряска неприятная. Прифаером в голову дали. Мне кажется, у нее урон в конечности недостаточно хороший. Ее сравнивают с беретой, типа новая берета, там ооо, супер имба. Нет, нихрена подобного. Ну прям реально нихрена подобного. В конечности он так все убивает. Шлак, блин, не знаю. Типа, может быть найдутся ее ценители, любители. Но я думаю, она максимальным спросом точно пользоваться не будет. Ну в общем-то, вот я про этого Соклана рассказывал вам. То, что он тоже выбил новую пушечку. И очень доволен покупкой, так сказать. За 3,5 тысячи рублей купился М4СКБ на штурмовика. Саня, пару слов о новой пушечке. Дай бог здоровья. Разработчику, кто ее придумал. Этой пушке, разработчику. Очень интересный стол. Надеюсь, никто ее не выбить никогда в жизни. Точность не та, вам что-то в голову нету. Короче, это просто АМБ на штурмовика. Только не АМБ. Да, только хуже. АМБшки хотя бы пулю цели летят, блять, прицелы. Тут пули реально рандомно летят. Вот ты вдаль начинаешь спрыть? А дальше, это пушка не для даль. Вообще не для даль. Как повезет просто. Если залетит рандомная пулька в голову, то, ну, значит. Фортанул. Повезло, повезло. О, повезло, повезло. А еще сводка прицела деть долго, я знаю, что имеете. Пока мы сейчас грузимся, напомню, что в описании есть ссылочка, по которой вы можете забрать себе крутое снаряжение. Неплохие пушечки. Новички там же могут зарегаться, но ветераны, которые вместе не заходили, могут забрать себе все то же самое, но пушки будут донатные. Так что полетить. Я пошел наеривать. Двойны уже. Ну и выдаунивают. Эйс. Бомба установлена. Верно. Верно. Инженер, инженер, это что такое? Обзор на аптечку? А я же сказал, это эйс. Обзор на аптечку, что ли? А у нас не висит в пушку. У меня аптечка висит в пушку. Сейчас покажу, как на дальней дистанции с ней стрелять. Ну, точнее, никак. Как не нужно с ней стрелять. Ну, на красной, а что-то в голову будет. Да? Да. Что-то проверил? Да, Саша проверил. А я не буду в голову стрелять. Я буду умнее. Бомба взлетает. За красную пулу. Он сейчас мне ни одной пули не попал. Как пуша, Костя. Говно, говно, не выбивай. Говно. Прям реально. Типа, АМБ лучше. АМБ лучше. АМБ? А, это на инженера получил? Это, ну, штурма. Ну, ППшка это. Типа, и на дальней дистанции тебя любая штурмовка перестреляет. Сейчас покажу, да, хорошие катки против бобров. И все-таки... Это Д-17. Такие скажут, пушка-то норм, я пошел убивать. Пушка-то охрененно. Покажу тебе и покажу тебе. Это просто Д-17. Блядь, на переулках поиграть с ней, пизда. Юбольник тебе разнесут. Ну, я играл на пункте первые катки. Мы же вот с тобой играли. И на метам просто Витязи, ППшки, АМБшки. Все, что угодно на любой дистанции меня имело. Вот, сейчас вот я продемонстрирую то, что пушка-то говно. Потому что сопы попались нормальные. Господи, что это? Найс, попу спит. А! Мусор уже брали. Не, она под мостом. Да. Пьяно ночью в РФ скине. У-у-у-у. Салага. Это и нет. И нет. Хорошо. Крушечек будет? Нет. Хорошо. У меня, у меня. Вот это он, хорошая. Вот это хороший пушка, да, согласен. Пошли, пошли, пошли. Сейчас подкинул, я за бонтом. У нас. Зайди первый пушка. Я не без меда. Приспалась. Да, 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 да. Слушай, ну я пока 2 из 2 в плюсях. Причем в хорошем плюсе. Ну это день рождения просто, скорее. Ну реально, ну пушка, ну говнище. Я любую другую бы взял, и все, блин. Ну, блядь, ты выходишь на инженера, плохо какая дистанция, он тебя ебет. Ну, блядь, вот сейчас нам точно галюля кебаб. Не пизда. 50, наверное. Без шанса было. Вообще нигде. Ноль шансов. Ладно, у нас один. Блин, ему дал не ваншот в голову, 50? Серьезно? Блин, давай кайфовое, сделай. Найс. Шкод с нами на 70. Он резает между. Сидим бы звук. Был, что человек прыгает по верху. Она вообще стреляет. Не знаю. Я пошел. Его резает сразу слева. Вот, право, ебан. Вот так вот. На! Нормально. Саша, пушка-то, пушка-то имба, стадия приятия пошла. 2-0. Ну, что-то как-то несложно. Несложно, несложно. Что, опять повезло? Да, опять повезло. Ну да, это просто дембелёна, дембелёна. До этого мейвер был, он лучше вас всех сыграл. Да не знаю я, ну что-то не так с этой пушкой. Я не могу. Типа перезарядка говно, моделька говно. Звук говно. Чё ещё? Отдача говно. Не могу ещё больше ничего добавить. Ну, типа неудобно с ней играть мне. Я мне вот с МК намного кайфовее. А, ещё кое-какая просьба. Вчерашний ролик YouTube почему-то не зафорсил. Совершенно прям. Во-первых, он вчера не подгрузил превьюшку. Вот. И мне пришлось перезаголевать ролик. Соответственно, после перезалива стартовые просмотры стали намного хуже. В общем, просьба к вам. Перейдите. Вот этот ролик посмотрите. Можете даже не смотреть, если его смотрели. Ещё раз хотя бы просто для того, чтобы было. Потому что оставлять этот ролик без превьюшки я совершенно не хотел. А вот здесь вот можете посмотреть мой новый ролик на моём втором канале. По Warzone и по Bloodhunt. Продолжение следует.